Ребята, всем привет! Сегодня приезжают Фабиан родители на сад с отпуска и они у нас будут кушать. Ну, конечно, будут кушать. Я хочу что-то приготовить. Хочу сделать десерт. Впервые этот десерт буду делать. Это будет сливовый тирамису. Еще никак ни разу не делала. Буду пробовать. Здесь у меня примерно 600 грамм слив. Я вот так их мелко порезала. Это все посыпаю таким вот коричневым сахаром. Все перемешаю и поставлю это уже в духовку на 200 градусов на 30 минут. Ну, тоже смотрите по вашей духовке, чтобы вот фрукт приготовился. Так, ребята, для крема мне понадобится. У меня здесь один стаканчик сливок. Тут 200 грамм. Затем к этому всему добавляю, здесь у меня 250 грамм маскапона. Так, маскапон добавляем. Затем, здесь у меня ложка повалилась. Здесь у меня 150 грамм греческого йогуса. Тоже добавляю. Я на иголках. Мне надо быстро. Сегодня у меня вообще, я думала, сегодня буду работать только до часу. Меня замучили. Я больше не знала, как мне быть. Поэтому быстро тут все готовлю. Так, йогурт. И к этому всему добавляю еще мед. У меня есть еще такой вот. Мы его покупаем у людей, которые сами мед. Две ложки. Вот. Затем к этому всему добавляю сейчас. Добавляю вот такую вот пасту, лимонный запах немного. И также добавляю вонидельную пасту. Тоже немного. И теперь уже все перемешиваем. Ну, ну че ты не встаешь. Так, все теперь перемешиваем. Теперь будем собирать нашу кирамису. У меня вот такие вот, такая выпечка. Обмакиваю это все в молоко. Я не очень люблю, чтобы оно прям все пропиталось. Я вот буквально на пару секунд и все вытаскиваю. Здесь у меня было две вот таких вот пачки, но я еще полностью не вытащила одну пачку. Думаю, может быть, даже еще будет много. Посмотрим. Потому что я смотрю на этот рецепт. Не знаю, что-то как-то слив очень много получилось. Сейчас вам покажу. А крема очень мало. Поэтому даже не знаю, как это будет. Ну, посмотрим сейчас. Нет. Это ж мне надо этот уголок, чтобы он был тоже заполнен. Так, теперь на это все добавляем сливу. Вот так она получилась. Смотрите, какая классная. Но говорю, так много. Ее должно на два слоя хватить. Но мне кажется, здесь больше, чем два слоя. Но я попытаюсь ее полностью использовать. Потому что она мне ни к чему, если она останется. А может быть, даже немного. Вот так. Немного. Сюда. На последний уголок. И теперь уже добавляю крем. Вот такой он получился. Я, кстати, не знала, что, например, мед так классно сочетается с йогуртом. Я вот немного попробовала. Прям так классно. Такая вкуснятина. Нет. Видите, всего хватает. И крема хватает. Итого немного. Я думала, крема прям будет мало. Но нет. Даже, кажется, еще много. Ну, и получается, я буду это все еще раз повторять. Ну, теперь осталось все посыпать какао. И какао-много уже кончается. Почти банка пустая. Ну, я думаю, и лингу с вами нам пришли. И он как вешеный опять гаскает. Ну, примерно вот так. Теперь это все уберу в холодильник. Так, хочу еще быстро сделать печенье. К чаю здесь. У меня 100 грамм коричневого сахара и одно яйцо. Я не знаю, зачем я так здесь разбила. Надо было сразу вот этой чаще разбить. Так. К этому всему добавляю примерно 50-60 грамм вот такого альгарба сока. Так, затем к этому всему добавляю раненейный сахар примерно 20 грамм. Теперь к этому всему добавляю еще масло. А здесь 110 грамм. Ну, опять, получается, тоже все перемешиваю. Щепотку соли добавляю. Затем пол чайной ложки разрыхлителя. Муку. Мука здесь у меня 120 грамм. Так же добавляю 120 грамм овсянки. Хорошо все перемешиваю. И напоследок к этой массе уже добавляю шоколад. Я его тут сама нарезала. Здесь у меня 100 грамм. Я просто плитку овсянки взяла и нарезаю на шоколад. Вот, все, тесто готово. Теперь только его нужно хорошо прям перемешать. И поздно уже выпекать печенюшки. Здесь я уже первый лист сделала. У меня здесь получилось 9 штук. Я думаю, может быть, еще 4 получится. И ставлю я их выпекать 12 минут примерно на 180 градусов. Вот такие вот печенюшки у меня получились на чайпите. Сейчас приеду и будем чайпить. Хочу сделать быстрый салатик. Здесь у меня одна луковица маленькая. Немного кружки. Затем добавляю к этому всему фето-сыр. Одна пачка там, наверное, 250 грамм. Фето-сыр добавляю. Так, добавляю кнут. Нут называется. Я бы предварительно не промыла. Затем добавляю сюда молотый перец. Капельку соли добавляю, потому что фето-сыр уже соленый. Также немного добавляю лимонного сока. Можно взять, например, свежий лимон. И добавляю сюда также еще оливковое масло. Все, все перемешиваю. И вот такой вот вкусный салатик. Ну, как закуска, так а вот готовый. Я потом еще просто в тарелочку, в красивую перекладу. Вот, быстро и очень вкусно. Так, у меня здесь вот такое вот тесто. И хочу с этого теста, да, сделать ламп куфу. Я тоже часто это тесто сама делаю. Ну, и также часто покупаю его. Так, в этот раз у меня такое. Надо было такое. Ну, ладно, пусть такое. Я его на два разрежу, наверное, потому что я хочу две разных начинки сделать. Одну хочу сделать, вот. Надо было мне, наверное, два ксети покупать. Одну хочу сделать с овощами. Одну хочу сделать с лососем. О, она какая-то маленькая. Я думала, она будет больше. Ай-яй-яй! Надо было больше покупать. Так, тогда будет такое. Какое есть, такое будет. Вот. Это тесто я смажу сметаной. Простую такую в ледле покупаю. Мне очень нравится флябку. Так, все сметаной смажу. И потом я его не буду делить на две части. Я просто, наверное, одну половину сделаю с овощами. А одну половину уже сделаю с рыбой. И с лучком. Ну, теперь я много, наверное, овощей нарезаю. Ну, тоже не беда. Может быть, с овощами сейчас еще что-то приготовлю. Так, очень-очень вкусно. И быстро, знаете. Самое главное. Мне сегодня самое главное. Быстро. Никаких выдумок. Ничего. Просто лишь бы быстро это все сделать. Так, немного подсаливаю это все. И уже буду сейчас выкладывать все на это тесто. Так, я уже переложила все на лист. Мне так будет удобнее сделать. Попую свою рабочую одежду. Так. Лучок. Ну, как я говорю, половина будет меня с луком. С рыбкой. Лучок. Затем здесь у меня молоденькие цукини. И так же добавляю сюда еще патру. Я, кстати, на вот это тесто как-то добавляла помидор. Я что-то второй раз больше это не испытывала. Потому что у меня в последний раз, когда я это делала, у меня просто из-за помидора все тесто немного как бы расклеилось. Поэтому не добавляю ее теперь в помидор. Но здесь у меня уже насос. Выкладываю насос. И последним делом я еще туда добавляю брынзу. У меня вот такой вот кусок. Тут 250 грамм. Распределяю на все. Но лучше на вот овощи еще больше нужно. Мне, наверное, сюда две трети в части добавлю. А на рыбу только одну треть в части. Вау! Какая вкуснятина! Так. Вставлю в духовку, может быть, минут на 10. Чтобы все приготовилось. И все. Все готово. Здесь я быстро нарезала салат. Тут айсберг салат, огурец, помидор. Больше ничего не добавляла. Добавляю сюда соль. Хотела укроп добавить. Но в Хабин сегодня хотел заплаться. И укропа не оказалось. Поэтому возьму сушеный укроп. Лучше бы, конечно, был свежий. Добавляю сюда лимон. Лимон, ну, цитрона. И также добавляю оливковое масло. Все. Все готово. Перемешиваю, перекладываю сюда. Так. Хочу сегодня все черное использовать. С золотыми приборами. У меня здесь мой черный сервиз. Это мне понадобится, ну, для бутербродиков. А это для картошки. И хочу положить вот эти вот салфетки. Прямо сенние. Прямо красивые. Покупала я, кстати, бекчин. Только как нужно еще как-то открыть. А не знаете, сейчас вам покажу, какие это салфетки. Но так, они прям, бекчин салфетки прям качественные. Они прям, видите, толстенькие такие. Очень красивые. Так как-нибудь сложим. Ну, а вот уже буду использовать мои приборы. Золотые. Обожаю я эти приборы. Иногда прям, знаете, как быстро получается их поставить. И иногда нет. И у меня сегодня тоже будет десерт. Ну, я и ложку вилку поставила. Я всегда забываю, в какую сторону. Надо будет посмотреть, в какую сторону ложку, в какую сторону белку кладут. И, наверное, я такие вот грубые стаканы поставлю. Да, решила вот такие вот стаканы поставить. Я люблю вот эти стаканы использовать в осени. Мне кажется, они к осени очень хорошо подходят. Ну вот, место готово. Я еще хотела маленькую тарелку подставить. Так как у нас сегодня еще будет десерт, тирамезу. Но я пока ее не буду ставить. Потом, когда съедим картошку, я потом просто дам маленькие тарелочки для десерта и все. Салата у меня в этот раз много. Буду использовать всякие приборы. Мне их дарили наружу, как кажется. Обожаю просто, когда все в одной цветовой гамме. Вот, салатик здесь пускай стоит. Так, салату буду ставить в такую вот тарелочку. Вот так у меня получился фланг кухню. Я здесь два сорта сразу поставлю. Вот сюда поставлю. И так же вот этот салат сюда поставила. И вот так выглядит у меня все. Так, такой стол у меня получился. Быстро, я как говорю, быстро управилась. Потому что у меня сегодня времени просто не было. Взяла, как я говорю, в черной тарелке. Мне так, я думаю, подходит. Здесь у меня моя декорация стоит. Я ее обожаю. Просто влюбилась. Я не стала менять тут другие тыквы. Я считаю, они подходят по цветовой гамме. Вот это так долго стоит. Поменяла вот тут только свечи и подсвечники. И здесь у нас теперь стоит вот в таком вот, как его назвать, в такой емкости фрукты. Мне это очень нравится. Ну вот так, вот так это все выглядит. Здесь салат, выпечка, еще один салатик. С этой стороны тирамису я сейчас уберу. Я просто его вытащила, чтобы вам показать, как он выглядит. Очень аппетитно выглядит. И с этой стороны точно так же, чтобы не тянутся. Но здесь я на ней смогу открыть. А здесь у меня тушеная картошка. А, горячо было. Да, вот так вот. Будем скоро садиться, кушать. А, еще набрала воды вот в такую емкость. У нее тоже такая вот классная вода. Емкость есть для воды. И будем уже скоро кушать. Но вам я говорю спасибо, что вы посмотрели мое видео. Мы уже увидимся в новом видео. И до новых встреч. Пока-пока.